День с толком Воды много, но не в кранах. Почему село Кусак начало топить задолго до паводка? Предотвратить инфаркт. Как новый ангиокомплекс спасает и улучшает жизнь кардиобольных? Два дня в капризной погоде под Белокурихой прошли всероссийские состязания парапланиристов. 4 года колонии поселения. Такой приговор вынес Новоалтайский суд женщине, которая насмерть сбила 6-летнего ребенка. Это страшное ДТП произошло летом 2020-го. Напомним, 45-летняя жительница Новоалтайска не справилась с управлением и выехала на обочину, где в это время шел ребенок. Машина из 6-летнего мальчика прибила к столбу. Он скончался на месте. Экспертиза показала, что в момент аварии женщина была пьяна. Свою вину она признала и возместила моральный ущерб родителям. А те, в свою очередь, не настаивали на строгом наказании. Серьезное ДТП произошло в самом центре Барнаула, на пересечении проспекта Ленина и улицы Никитина, рядом с бывшим кинотеатром «Родина». Столкнулись маршрутный автобус и два легковых автомобиля. Обе машины при этом серьезно пострадали. Судя по словам очевидцев, уходя от столкновения, автобус выехал на тротуар. Движение на оживленном перекрестке было затруднено. Как нам рассказали в пресс-службе ГИБДД, обошлось без пострадавших. Напомним, за последние дни это уже второе дорожное происшествие с участием общественного транспорта. В минувшие выходные рядом с трассой «Здоровье» произошло ДТП с маршруткой. Паводковая ситуация в крае, по мнению экспертов, будет сложной. В отдельных районах почва промерзла глубже нормального показателя. И под первую волну могут попасть около 200 населенных пунктов. Это почти 46 тысяч человек. Накануне на видеоселекторном совещании Виктор Томенко сообщил сибирскому полпреду Сергею Миняйло, что в крае к паводку уже готовы, необходимые работы провели. В марте, согласно прогнозу, будет теплее обычного на 1-3 градуса. И это может осложнить ситуацию. По традиции, первую волну паводка в регионе ожидают в начале апреля. Это время активного снеготаяния и скрытия рек. В первую очередь в южных районах. Кроме того, на совещании поговорили о состоянии дамб на озере Белом, в Курьинском районе и на озере Большое Яровое. Следующий населенный пункт уже топит. Правда, речь пока не о паводке. Село Кусак немецкого района третью неделю заливает питьевой водой. Как такое возможно? Расскажем далее. Вот они ручьи. Для удобства граждан положили покрышки, потому что обходить очень далеко. Вот она бежит, вода. И перестали. В селе Кусак в феврале улицу пополам разделяет ручей. Почти месяц назад здесь прорвало водопровод, и вода продолжает течь. И топить. Жители говорят о новых порыбах, хотя ситуация вроде только начала улучшаться. Они регулярно выкачивают эту воду, потому что она к ним забегает. Они ночью где-то ближе к часу ночи, наверное, включили воду, потому что вода пошла. Но у нас-то напор, когда вот эта поломка началась, напор был маленький. А те, которые ближе к башне, ну у них как бы напор и нормально вот шел. Эти кадры снимают местные жители не только для нас. Публикуют их в чате поселка, чтобы хоть как-то предупреждать соседей. В центре разлом. Огромная яма, раскопанная в месте порыва. Она заполняется водой и уже топит погреба. Ограждена яма скромной лентой. При этом, чтобы перекрыть воду, коммунальщикам нужно найти колодец. Сроки завершения работ чиновник не называет. Говорит, их невозможно определить, но работы ведутся. Кстати, незадолго до выхода материала местные жители сообщили о новом порыве. Андрей Дриер. День с толком. Проблемы с водой есть и в Косихинском районе. Пару недель назад мы были в самой Косихе. Теперь звонок в редакцию поступил из Верхбобровки, где почти два месяца в кранах нет воды. Илья Кочетков продолжит. В этом селе Косихинского района 2021 год облегчения не принес. Перед Новым годом и без того закрытые пандемии в домах жителей остались без воды. Верхбобровка когда-то была большим богатым селом. Теперь то, что называют умирающим. Эта едва заметная бочка водонапорной башенки остатки было увеличен. Она снабжала водой половину села, а в последние годы два оставшихся жилых дома. Они-то и остались без воды. Чтобы не ремонтировать этот порыв, нам просто приехали, провода в башне отключили. Отключили провода в башне и все, без всяких ограничений нам не сообщили, ничего не сказали. И просто у нас мы сидели без воды. Морозы 40 градусов, мы сидели без воды. Возмущенные люди вышли на власть. Только после этого в селе организовали подвоз воды. Эта вода и стираться, и мыться, и все делать. Абсолютно. И другой воды у нас нет. И принести мы ее не можем. Вот только то, что возят в бочке. Это половина моих фляг, потому что у меня их 18 штук. Правда, перед использованием воду нужно отстаивать. Осадок довольно большой. А для питья она и вовсе не подходит. Возит эту воду с другого конца села сельский староста. При этом расходы на топливо, например, ему не компенсируют. Вот бочка, цепляем ее за трактор. Вот у нас есть НТЗ-82. Заливаем ее полную воды и везем. Раз в неделю, ну бывает, позвонят чуть-чуть чаще возим. Вам за это платят? За саму воду не оплачивают. Как бы просто как староста получаю зарплату, поэтому стараюсь оправдывать свои заработки. А солярка для трактора? Солярку нет, не оплачивают. Солярку покупаю за свой счет. Итого, без воды всего два дома. Саму воду так или иначе доставляют. Возможно, поэтому районные власти проблему не считают особо острой и предлагают немного подождать. Вопрос дальнейшего водоснабжения ваших двух домов стоит на контроле администрации района. Весной текущего года вам будут предложены варианты решения текущей проблемы. Какие именно варианты в документе не проясняют. Однако в этом же ответе указано, что вышедший из строя водозабор убыточен, а денег на него нет. Делаем вывод, чинить его будут вряд ли. Другой вариант, по словам самих жителей, бурит новую скважину. Но и это упирается в деньги, причем немалые. Вода здесь на большой глубине. Кто-то скажет, вот придумали проблему в деревне, да воду найти. В конце концов, колодцев здесь что, нет. В том-то и дело, что когда в 90-е годы тут организовали централизованное водоснабжение, колодцы в основном забросили. Реанимировать их сейчас практически нереально. Даже в речке для каких-то бытовых нужд взять воду не представляется возможным. Сейчас она перемерзла, а летом к ней просто не подобраться. Так жителям остается терпеливо ждать и надеяться, что весной власти найдут решение проблемы. Иначе и правда придется рыть новые колодцы или прорубать путь через заросли к оттаившей речке. Илья Кочетков, Алексей Фризин. День с толком. А теперь подробности трагедии, которая произошла в январе этого года в советской ЦРБ. Напомним, в больницу попала годовалая девочка Варя. Она пролила на себя чашку с кипятком. Врачи начали ставить ребенку капельницу от обезвоживания. В итоге девочка погибла после установки катетера в подключичную вену. Ей повредили легкое. На прошлой неделе в СМИ появилась информация. Мама девочки получила результаты судебно-медицинской экспертизы, в которой якобы говорится о 13 колотых ранах на груди ребенка. Женщина утверждает, что в экспертизе не было таких подробностей. И никаких комментариев журналистам она не давала. Тем временем Минздрав и Следственный комитет провели проверку в советской ЦРБ. Результаты переданы в правоохранительные органы. Добавим, что после смерти Вари в адрес больницы начали поступать многочисленные жалобы от местных жителей, которые недовольны работой ЦРБ. Мы будем следить за этой историей. А в Барнауле продолжается суд по делу о драке на Старом базаре. На этот раз показания давал бармен одного из заведений. В эту ночь он находился на рабочем месте. В зале суда по-прежнему снимать запрещено, но моя коллега Анна Рашагирова побывала на заседании. Ей слово. Сегодня прокуроры и адвокаты Михаила Старцева вновь занимались допросом свидетелей. Их должно было быть двое, но одна из свидетельниц на заседание не явилась. Поэтому на все вопросы сторон отвечал работник заведения, бармен, который в ту роковую ночь оказался на месте событий. Напомним, в июле 2020 года на Старом базаре произошла потасовка, в результате которой погиб Павел Рохлов. В ту ночь, когда произошла драка, свидетель оказался на месте событий. И вот что он рассказал. Мы уже начали готовиться к закрытию. Потом появился инвалид. У него в руках была палка. Он махал ею в сторону подсудимого. Рядом с подсудимым было две девушки. Одну из них инвалид задел. Я отвлекся, чтобы вызвать полицию, а потом услышал крик со стороны. Вижу, лежит человек на земле, а рядом люди. Этот свидетель вызвал полицию уже тогда, когда началась драка между Рохловым и Старцевым. И, возможно, трагические события можно было бы избежать, если бы потасовка не была такой стремительной. Мы пробовали говорить с адвокатами Старцева, но на камеру говорить они с нами отказались. Хотя не на камеру сказали, что контактировать со СМИ готовы. На следующем заседании продолжится допрос свидетелей. Добавим, что Старцеву грозит до 15 лет лишения свободы. Анара Шагирова, Николай Шелко, День с толком. Успеть за 90 минут. Именно столько времени есть у врачей с момента появления у пациента первой боли в сердце до операции. Проводят ее с помощью высокотехнологичного аппарата. Благодаря ему в кардиоцентре могут оперативно оказывать помощь, в том числе и тем, чье лечение осложнил коронавирус. Татьяна Голубева продолжит. Это операционный пара месяцев. В конце 2020-го здесь даже ломали стены, чтобы оборудовать помещение аппаратом нового поколения, полученного по федеральной программе здравоохранения. Огромные мониторы позволяют видеть сосуды больных настолько крупно, что врач легко может проследить их проходимость, при необходимости поставить стенд, а то и несколько, и даже предотвратить инфаркт. Правда, от начала боли в сердце до доставки в эту операционную должно пройти не более 90 минут. Если это время, то 90 минут от начала болевого происходит, то у пациента инфаркта не будет. И это очень важно, потому что тогда он не инвалидизируется. И получается, что эта атака, которая произошла, мы смогли ее поймать, остановить, восстановить кровоток и спасти пациента именно даже от болезни. 8 лет назад такой аппарат в кардиоцентре был один, перегружен в три раза и часто ломался, говорит главный врач. Теперь ангиоаппаратов три. Новый и еще один используют для так называемых чистых больных. Сергей Заварзин из Барнаула поступил сюда по скорой, спустя неделю почти готов к выписке. Сходил в магазин, подошел к подъезду, боль за грудью. Немного потерпел, но до понедельника, ну и вызвал скорую помощь. Привезли меня сюда, ну и все быстро сделали. Поставили стенд в реанимацию, пролежал сутки в реанимации, и подняли в палату, ну и все. Сергею поставили уже второй по счету стенд, и сейчас он отлично себя чувствует. К слову, в день здесь обследуют и лечат порядка пяти пациентов. В основном они поступают по скорой. Посмотреть сердце можно со всех сторон. Аппарат позволяет и видеорентгена сохранить в компьютере. Это стенд стоит. Это, получается, вы уже поставили его? Его поставили в январе месяца. Сейчас, по-моему, я стал чувствовать себя немножко хуже. Приехал к нам на контроль, мы повторили. Посмотрели, что проходили очень хорошо. Благодаря тому, что ангиокомплексов в кардиоцентре три, один из них работает сейчас в красной зоне диспансера. Там помогают кардиобольным, чье лечение осложнено коронавирусом. Очередей на обследовании нет, а вот рентгенхирургов порой не хватает. Поэтому сейчас здесь же обучают троих молодых ординаторов. Ведь в перспективе, когда все ограничения по ковид-19 будут сняты, число пациентов может значительно возрасти. А помощь им по-прежнему нужно будет оказывать максимально быстро. Татьяна Голубева, Николай Шелко. День с толком. В предгориях Алтайского края завершились всероссийские соревнования парапланиристов. Чемпионат такого уровня, да еще и зимой, прошел в Сибири впервые за всю историю сверхлегкой авиации. В фестивале Кубок Бобров приняли участие 20 парапланиристов. Это спортсмены из Алтайского края и Республики Алтай, Красноярского края Новосибирской и Калининградской областей. Я бы очень высоко оценил эти соревнования, только потому, что здесь присутствует у нас и бронзовый призер чемпионата мира, ребята участники и призеры чемпионата Азии и Океании, Азии и Океании, Новосибирцы, шесть мастеров спорта, участников, поэтому уровень и накал борьбы очень высокий. Спортсмены соревновались на точность приземления и скорость полета в течение двух дней. В результате наши взяли серебро. Алексей Рузавин в дисциплине «Мотопараплан», а Алексей Устюгов в категории «Паралет». Возможно, потому, что только местные спортсмены смогли подстроиться под климат. Некоторые гости остались под впечатлением от непредсказуемости алтайской погоды. Мы столкнулись и с плюсовой температурой, с минусовой температурой, со снежными зарядами, но вот эти два дня все равно соревнования не прерывались и наоборот вносили в этот соревновательный момент свою изюминку. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. А через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи!